Итак, всем привет, с вами Дуб Гэй, и в этом видео мы поговорим про конструкторы самолетов, новую фичу, добавленную в последнем DLC. Начнем мы с статистик, боевых параметров, что они собой представляют и зачем они нужны. Самая главная статистика — это стоимость производства, на самом деле, потому что несколько чуть более худших самолетов вполне себе победят один очень хороший самолет. Соответственно, это то, о чем стоит всегда помнить, потому что можно очень увлечься и поставить очень много различных модулей, в итоге сделал самолет слишком дорогим. Ну а теперь давайте поговорим про сами характеристики, которые влияют на бой. Воздушная защита — это что-то вроде ХП нашего самолета, а воздушная атака — это что-то вроде урон нашего самолета. Очень важно в новой формуле расчета иметь атаку самолета выше, чем защиту вражеского самолета, потому что это идет множителем атаки, деленной на защиту. Соответственно, если получается меньше единицы, ваш общий урон очень сильно проваливается. Но и очевидно, если там будет два или больше, то ваш урон начинает очень резко расти. Также там есть множитель разницы в маневренности, но он был занерфлен, следовательно, маневренность теперь не самый важный показатель в воздушных боях. Также у нас тут есть другие параметры, которые влияют уже на сами конкретные миссии, но о них, наверное, чуть попозже, когда мы будем говорить о миссиях в этих вот модификаторах. Итак, начнем с типов корпусов. Теперь самолеты делятся именно на корпуса, ну и потом уже делятся на типы. Отдельно стоит транспортный самолет, который нельзя никак модифицировать, он просто есть такой, как есть. Ну а дальше уже идут малые. Именно малые мы загружаем на наши авианосцы. Средние и большие. Давайте посмотрим, какие роли может выполнять какой самолет. Итак, роль самолета определяется его главным вооружением. Малые самолеты могут быть истребителями, морскими бомбардировщиками и штурмовиками. Средние самолеты могут быть также истребителями, разведчиками и тактическими бомбардировщиками. И у нас есть большие самолеты, которые могут быть стратегическими бомбардировщиками и морскими бомбардировщиками. Давайте подробнее о каждом типе. Итак, истребитель. Очевидно, предназначен для сражения с другими самолетами. Следовательно, ему нужно как раз-таки максить все статы для воздушных боев. Так как теперь воздушная атака намного важнее маневренности, мы вполне себе хотим ставить орудия на самолеты. Да, они снижают маневренность, но вот эта вот очень большая воздушная атака намного стоит больше вот этой снизенной маневренности. То есть, допустим, если мы можем закинуть два орудия, мы это закидываем. Но стоит также помнить, что за 28 атаки мы платим 8 стоимости производства. У нас есть тяжелые пулеметы, где эта стоимость чуть поменьше, всего 4 производства. Но при этом как бы очевидно, что вот это вот чуть-чуть более эффективно по стоимости, но при этом снижает маневренность. Эти пушки не снижают маневренность. А самое главное, они весят меньше. Это очень важный также пункт. Тяга всегда должна превосходить вес, иначе самолет не взлетит, нам даже не дадут сохранить этот самолет. Следовательно, нам нужно либо повысить двигатель, либо поставить два двигателя вместо одного. Допустим, вот так. Давайте тогда поговорим о двигателях. Во-первых, чем отличается один двигатель от двух? Какие есть минусы и какие плюсы? Во-первых, очевидно, у нас повышается скорость. Несмотря на то, что базовая скорость у двух двигателей меньше, чем у одного, разница в тяге, а именно тяга минус вес, дает дополнительную скорость. Соответственно, два двигателя в целом будут быстрее одного. Ну и на других самолетах больше двигателей равно чуть быстрее. Но где же тогда минусы? Минусы в том, что два двигателя и, собственно говоря, больше двигателей равно большее потребление горючего. На сторонах без нефти это очень гаотично. Но если у вас есть нефть, то вполне себе вы можете ставить больше двигателей, увеличить скорость, потому что скорость теперь также очень важна. Она влияет и в предсостояниях воздуха против воздуха и при перехватах. Также у нас повышается стоимость производства, но при, допустим, вот таком увеличении скорости, в принципе, это того стоит. Давайте также поговорим о вот этих модулях. Соответственно, что здесь есть? Где защитные турели? Для истребителей это бесполезные модули. Как можете видеть, они повышают немного атаку за счет маневренности. Это подойдет для других самолетов, у которых вот здесь вот не будет никаких модулей на воздушную атаку. Соответственно, для каких-то бомбардировщиков. Но чтобы все еще у них откуда-то взять воздушную атаку, мы понимаем, что это очень важно, иначе, если у нас здесь будет 0, то мы просто не будем никакой урон наносить в ответ, а хотя бы какой-то минимальный урон все-таки наносить стоит. Соответственно, на такие самолеты мы ставим турели. У нас есть особые модули, и давайте поговорим чуть-чуть подробнее про них. Про него пластины. Это повышает нашу защиту. Соответственно, как я уже говорил, защита тоже очень важна. Чем больше защиты, тем лучше. Но она уменьшает дальность. При этом тут же сразу идут баки, сбрасываемые. Они буквально чуточку уменьшают нашу скорость. Я поставил другие длительные, чтобы это чуть-чуть получше видно было. Они чуточку уменьшают нашу скорость. Это не критично. Но дают нам намного большую дальность. Дальность может конвертироваться в эффективность в битвах, потому что если нам не хватает дальности, то эффективность миссии падает. Следовательно, вот это микроуменьшение скорости в принципе вполне себе компенсируется даже в битвах дальностью. Ну и опять же, чем дальность больше, тем приятнее нам оперировать самолетом. Это еще дает два веса, но на самом деле это немного. Так вот, это улучшение на защиту. Если мы можем что-то поставить чаще всего, мы хотим это ставить. Стоимость производства всего один. Это терпимо. Дальше. Дополнительные баки. Это как раз таки баки, которые уменьшают нашу воздушную защиту. В отличие от этих баков, они влияют на наши битвы. Но стоят они чуть меньше, веса у них чуть меньше. В принципе, я их почти нигде не использую, потому что защиту мы хотим всегда иметь как можно выше. А вот этих баков вполне себе хватает, если нам нужна большая дальность. Эта защита, она эффективнее, чем броневые пластины. Во-первых, потому что она дешевле. Особенно это чувствуется на больших самолетах. Чем больше самолет, тем больше по весу и стоимости будут весить пластины. Соответственно, здесь, как вы можете видеть, вес и стоимость небольшая, но стоимость ресурсов растет очень-очень сильно. Можно сказать, в два раза. Потому что одна резина или две – это очень большая разница. На стороне без резины вы, скорее всего, просто не сможете поддерживать нужное количество импорта для производства ваших самолетов. На стороне с резиной – это очень классный баф, который, в принципе, можно взять. Очень дешевый, самое главное. Из того же разряда у нас есть нестратехические материалы. Они снижают стоимость алюминия. Это может быть полезно для маленьких стран, у которых нет фабрику на покупке алюминий, либо нет своего алюминия. Но стоимость в шесть воздушных защитных – это очень много. Я бы предпочел избежать этого модуля, в принципе, почти на любой стране. Ну и поплавки – это повышение обнаружения кораблей и подлодок, стоимость маневренности. Маневренность для самолетов, что бомбят корабли, не сильно важна, потому что редко там встречаются истребители. Но в целом, как бы, немножко ухудшают наши показатели за счет обнаружения. Обнаружение очень важно. Чуть-чуть попозже мы перейдем к морскому партнеровщику, об этом поговорим. И вот у нас есть еще аэродинамический тормоз, тоже очень неплохая вещь. Добавляет нам защиту в авиаштромовой атаке. То есть можем наблюдать, что у нас повышает защита при выполнении такой-то миссии. Это, конечно же, очень приятно. То есть при выполнении этой миссии, если нас будут перехватывать, мы будем получать меньше урона. Он стоит также 1,5 литницы и вес при весе 1. Если сравнить его с вот этим модулем, как можем видеть, преимущество в том, что у нас не уменьшается дальность. Для бомбардировщиков это важно. И также он буквально чьюточку меньше весит. Тоже может сыграть небольшую роль. Мы как раз перешли к нашим штурмовикам. Собственно говоря, какие у нас есть варианты? Во-первых, мы хотим, в принципе, авиаштурмового тока побольше. То есть мы можем наездить вот так вот. Либо снять и уменьшить в два раза. То есть это то, как вы хотите, чтобы ваши штурмовики себя вели. Обязательно, если мы снимаем бомбы, нам следует поставить хотя бы турели. Причем здесь есть множество турелей различных. Но чем больше вас должен так, и тем очевидно лучше. Но стоит помнить, что ваш вес не должен превышать тягу. Поставлю я более реалистичный двигатель для этого самолета. И ну как-то так вот будет он выглядеть. То есть, замечу, что если мы наводимся на миссию, которую он будет выполнять, вес отличается. Потому что это вес без, грубо говоря, нагрузки самолета бомбами. Вот примерно это один из вариантов. Другой вариант, это если вы все-таки хотите, чтобы ваши самолеты отстреливались. И допустим, вы повесите на него орудие сюда, а здесь поставите дополнительную защиту. То есть вот так. Соответственно, ваш самолет будет намного лучше себя чувствовать в битвах с другими самолетами. То есть при перехвате будет нести меньше потерь. Здесь уже стоит, так сказать, решать, что вам больше нужно. Кроме того, возможно, вам вместо дополнительной защиты скорее пригодится поставить баки. Потому что 800 в дальности, это очень приятно вместо 400. То есть примерно вот такой самолет, это при плотных боях. Если вот боев нету, рекомендую вам просто поставить бомбы и не париться с лишней атакой. Перейдем к палубным плодировщикам. Управляемые ракеты это очень позднее исследование, поэтому вряд ли вы сможете их повесить. Поэтому у вас, скорее всего, будут висеть торпеды на ваших самолетах. Замечу, две торпеды поставить нельзя. На маленьком у нас может быть только одна торпеда, на среднем две, на большом три торпеды. И вот сюда уже вам, скорее всего, нужно будет обнаружение кораблей. Потому что если у вас будет обнаружение 0, то на самом деле будет вам проблематично как-то топить вражеские корабли. Ведь вам нужно их как-то находить. Если у вас нету флота, то такой самолет будет малополезен. Плюс, также можно не вешать поплавок, можно повесить просто радар. Это тоже будет вполне себе эффективно. Радар, как мы можем видеть, очень эффективен в обнаружении. Хотя стоит чуть-чуть дороже. Это плюс-минус неплохая версия, только, скорее всего, у вас будут первые радары, а не вторые. На таком уровне самолета. Опять же, обращаю внимание, эти бонусы применяются только к конкретной миссии. Если мы наведемся на модуль, мы можем видеть, при каких миссиях какие у вас будут бонусы. При этом, вот допустим, как здесь видите, какие-то бонусы добавляются на саму версию самолета, а какие-то при конкретных миссиях. Также именно здесь пишется, какие дополнительные миссии вам становятся доступными. То, что у вас, допустим, орудия дадут дополнительную атаку при ударе по логистике, не дает вам миссию логистики. Ну и давайте поговорим, что делать на новых слотах, потому что, очевидно, вы будете исследовать новые самолеты. Следовательно, у вас будут открываться новые слоты, и в них желательно что-то ставить. Как минимум в нижние. Нижние слоты очень важны, потому что здесь вы настакиваете вашу защиту. В верхних слотах слишком много повесить не получится, потому что у них очень большой вес. По крайней мере, на, очевидно, истребителях. Собственно говоря, как я уже сказал, на новых слотах снизу вы чаще всего добавляете просто себе защиту, плюс, возможно, какую-то дальность, и на нужных самолетах добавляете себе нужное радио. Сверху вы либо добавляете себе воздушную атаку, если это ваш самолет против других самолетов, либо, если это, допустим, какой-то бомбозировщик, то вы довешиваете в него все, что можно на его задание. Плюс, помните, вы всегда можете поставить сюда какие-то орудия, чтобы дать им возможность наносить урон на предследующие его истребители. На самом деле, это может быть очень эффективно, потому что защита у тяжелых самолетов больше. Следовательно, в бою он вполне себя неплохо показывает. Конечно, маневренность у него низкая, но в наше время маневренность уже не так сильно руляет между самолетами. Мы перешли к средним самолетам. Собственно говоря, у нас есть роль тяжелого истребителя. Это просто позволит нам навесить больше орудий, чтобы наносить больше урона по большой вражеской защите. Маневренность низкая, поэтому с другими самолетами легкими он справляется будет хуже, по крайней мере, учитывая его стоимость. В целом он будет обменяться в плюс, но если мы, допустим, навесим на него кучу орудий, то стоимость его становится постепенно космической. Добавляем сюда какие-то двигатели и все. Производить такой самолет нерентабельно. По крайней мере для борьбы с истребителями. Давайте сразу поговорим про тактические бомбардировщики. В принципе, здесь все так же, как и у штурмовиков. Навешиваем на наш самолет бомбы. Добавляем ему дальность, если нужно. Допустим, здесь не нужно. Если это противоморской самолет, то, очевидно, нам скорее понадобится лодка. Броневые пластины на всю возможную катушку, скорее всего, плюс-минус турель. В принципе, все достаточно просто. Разведчики, я бы сказал, бесполезная миссия, поэтому не рекомендую вам хоть что-то инвестировать в разведку. По крайней мере, в авиационную. Она всего лишь добавляет циферки вот сюда. И в реальных боях никак не сказывается. Но если это тяжелый самолет, собственно говоря, стратегический бомбардировщик, мы просто сюда можем навешивать побольше бомбардировки. Самое главное у больших самолетов то, что здесь броневые пластины дают очень много защиты. Соответственно, здесь вы можете построить вот такой вот самолетик. И как бы удача врагам настакает достаточно атаки для того, чтобы его пробивать. Допустим, именно для борьбы с такими вам и понадобится тяжелый отстребительница. Она получилась чуть-чуть тяжеловат. Вот так вот мы его облегчили двумя радио. Ну вот, 86 это все еще очень много при очень большой бомбардировке и с малыми штрафами за ночь. Ну, как я уже говорил, стоимость производства самая важная характеристика. Один такой самолет будет стоить 172 единицы производства. Это очень много. Так что будьте разумными, не навешивайте слишком много на ваши самолеты. Возможно, вам какие-то модули, которые вы хотите закинуть, не нужны. Вполне себе бывают ситуации, когда вам не нужно что-то лишнее. Вы лучше построите больше самолетов, допустим, с двумя орудиями, чем с дополнительными еще орудиями, но дороже. И отдельное упоминание стоят ракетные двигатели. Как можете видеть, дальность у них просто минимальная. Зачем они нужны? Дело в том, что скорость очень-очень сильно нужна при перехватах. То есть такой вот самолет можно затащить именно для войны с вражескими бомбардировщиками. В особенности стратегическими. То есть, если, допустим, ваш враг настроил самолеты для ночных бомбардировок, вы можете просто сделать радары воздух-воздух. Как вы можете видеть, здесь специально написано для миссии перехват. То есть это особенно нужно для ваших перехватчиков. Навесить на такой самолет кучу атаки. И заметьте, они потребляют очень мало горячего. То есть ими очень выгодно покрывать, допустим, домашние регионы, чтобы просто в них никто не бомбил. И вот этот самолет будет просто прекрасно справляться с вашими неприятельскими бомбардировщиками. Но для битвы с вражескими истребителями у них просто слишком мало дальности. Вы не сможете такие самолеты нормально использовать над вражескими регионами. Еще отдельно стоит коснуться ашабловом типа вот такого. То есть какие-то убер-универсальные самолеты. И что я могу про них сказать? Я бы сказал, что они очень неэффективны. Потому что, как вы можете видеть, стоимость огромная. А при этом в конкретных миссиях вы будете использовать очень мало этой стоимости. То есть эту стоимость, допустим, мы могли сделать вместо этого два штурмовика с намного большей авиаштурмовой атакой. Или истребители, которые были бы намного сильнее вот этого вот чуда в воздухе. То же самое можно сказать, в принципе, про любую другую миссию. Но у этого есть также и преимущество. Очевидно, условно говоря, такими вот самолетами вы можете выполнять любые миссии. И не задумываться о том, что вам куда запихивать. Я бы сказал, что такие самолеты могут найти применение только на каких-то очень бедных странах, у которых не хватит заводов, чтобы построить и тех, и тех, и тех самолетов. Но все еще я бы предпочел даже на бедных странах какие-то специализированные самолеты. Потому что в своих миссиях они намного эффективнее универсальных самолетов. Ну, на этом, я думаю, можно закончить. Если у вас остались какие-то вопросы, или вы просто хотите поделиться своим мнением, не стесняйтесь, пишите об этом в комментариях. Если там будут какие-то вопросы, я постараюсь на них ответить. Или высказать свое мнение о каком-то вопросе. Также, если вы еще не подписаны, обязательно подписывайтесь. Ставьте лайки под видео. И до новых встреч в новом видео.